МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема урока прикладного искусства – «Золотая осень». Воспетая многими классиками отечественной и мировой литературы, она всегда становилась предметом вдохновения не только для писателей, но и художников. Юные благовещенцы не остались в стороне. Ткани, вырезки из журналов, листья – все эти нехитрые материалы стали основой для будущей аппликации. Занятие ведет молодой преподаватель Благовещенской художественной школы Екатерина Долгова. Кстати, бывшая выпускница этого учебного заведения. Еще несколько лет назад она сама училась этой технике, а сегодня учит уже других. Скажу так, что касается духовной и душевной, она не изменилась. Такая же теплая обстановка всегда. Когда я была еще девочкой, здесь сидела, у меня только были хорошие впечатления от школы, и остались до сих пор, и они сейчас есть. Всегда обстановка теплая, творческая, всегда и настрой всегда был творческий, развиваться, что-то творить новое, интересно было что-то познать. В соседней мастерской ребята рисуют на фантазийную тему. Юным художникам нужно в цвете, при помощи кисти и красок, проиллюстрировать свое любимое произведение. Одни рисуют Пеппи Длинный Чулок, другие – нашумевшего Гарри Поттера. А ученица предвыпускного четвертого класса Анна Щербакова работает над романом русского писателя-фантаста Александра Беляева «Остров погибших кораблей». Сюжет своего творения юная художница придумала уже давно. В произведении было о том, что люди живут на кораблях, и я хочу показать корабли, и как на них живут люди, и сзади сделать призрачный город, что они на кораблях образовали свой город. Жить в мечте, при этом не отрываясь от современного мира. Этому учат юных благовещенских художников вот уже как полвека. Не сразу и верится, но знаменитой художке так называют в городе эту школу 50 лет. Сейчас начнем уточнять плотность дерева, вот теневая часть среднего плана. Для этого мы возьмем травяную зеленую красочку, немножко туда добавим охры, и вот такими отдельными мазками, пожалуйста, впишите в область теней. Это сегодня Наталья Юрьевна Мартиросян стоит у доски и объясняет своим ученикам, как правильно нанести на бумагу тот или иной цветовой тон, чтобы передать глубину картины. А ведь еще 40 лет назад сама постигала эту непростую науку. В конце 60-х прошлого века в Благовещенске, как и по всему Советскому Союзу, открываются художественные школы, в которых готовят к поступлению в училища или институты культуры. Первая в городе художка за свою историю сменила несколько адресов. Девятая школа, дворец пионеров, здание профсоюзов. И лишь несколько десятилетий назад юные художники обрели свой постоянный дом. Жажда к искусству была намного выше, чем те условия, которые у нас были. Потому что после этого мы переехали, у нас занятия проходили во дворе дворца пионеров, или сейчас это как ЦЕФ, называется Леново, у него есть название. Потом у нас были занятия на 50 лет октября, где сейчас дворец профсоюзов, нас тоже там снесли, я все это переезжала. Сколько было переездов, я все это пережила. Потом мы на Шимановского жили. И вот как раз я вчера буквально задумалась, это прошло, получается, 28 лет, как мы переехали сюда. Наталья Юрьевна до сих пор с теплотой в сердце вспоминает, как проходили эти переезды. Весь реквизит из одного здания в другое ребята переносили сами. Шли от Шимановского сюда, несли кувшинчики, несли драпировки, несли, потому что все эти ценности трудно было, бутылки, которые мы там много насобирали, и разные другие утвари, которые нам необходимы при рисовании. За 50 лет Благовещенская художественная школа выпустила тысячи ребят. Здесь по праву гордятся своими именитыми учениками, которых сейчас знают все амурские оценители прекрасного. Леонид Кельчанский, отец и сын Дроздовы, Алексей Сидоров. Есть у учебного заведения и свои настоящие друзья, такие, как Александр Тихомиров. Человек, который сделал очень многое для развития искусства здесь, на берегах Амура. Никогда не забывал и о подрастающем поколении. И благодаря ему мы выезжали в Китай, нам это очень запомнилось. Мы там общались с художниками, с китайскими, знакомились с китайским искусством. И просто даже общение с ним было интересно. А дети, когда посетили его мастерскую, преподаватель, конечно, прежде всего, Титая Вольга Павловна, они вот наполнились впечатлением об этой оконописи, и результатом была вот эта вот работа. Надежду Васильевну Антонову здесь нередко называют корифеем. В художке она преподает уже 40 лет. Надежда Васильевна учит детей, как правильно составлять композицию, работать с многочисленной цветовой палитрой, но самое главное – думать. Неудивительно, что каждый ее ученик – это прежде всего личность, которую она воспитала. А что это такое? Оттенки, рефлексы. Это как раз взаимодействие цветов, связь, гармония цветов, гармония мира, красота, постижение красоты. Поэтому искусство, оно притягательно вообще для всех. Дети очень любят искусство, а взрослые, все, кто не соприкоснулись с ним в детстве, жалеют о том, что не нарисовал он ту лошадь, которую когда-то увидел, или ту радугу, или того человека, который ему запомнился. Благовещенскую художественную школу можно смело назвать классической. Система преподавания здесь не меняется годами. История живописи, рисунок, выезды на пленеры и, конечно, народные промыслы. Здесь ребята могут в совершенстве постичь тонкости изготовления дымковской игрушки, жестовской росписи или плетению из соломы. Такие уроки важны для современного поколения, так как не дают уйти в прошлое богатой русской культуре. Ну, конечно, это важно. Мы все-таки живем в России, да, и хотелось бы, у нас тут очень много Китая, вот мне так кажется, мне бы очень хотелось. Мы все-таки далеки от центра России, вот, но хотелось, чтобы наши все-таки русские традиции, дети знали, уважали. Вот, мы с ними знакомимся, знаете, как у них глаза горят, когда они это делают, когда они это в руках держат, им это очень интересно. Возьми релиночку, ослабь вот эту внутреннюю гань, чтобы она не вылазила вперед. Потому что она там вдалеке, чтобы не казалось, что она ближе, и не выворачивала из коробки, когда она вошла. В начале 2000-х в истории Благовещенской художественной школы происходит важное событие. Появляется второе здание. Правда, преподаватели и руководство учебного заведения шли к этому событию очень долго. Новый корпус пришлось отстаивать на самом высоком уровне. Но, несмотря на все сложности, корпус было решено передать детям, а не очередной коммерческой структуре. В этом здании было и парикмахерская лаванда, и сауна здесь была, и фотоателье было, и магазинчик специальный там с мелочами разными. Вот. Постепенно мы как бы с родителями и вообще всем коллективом отстаивали это здание. Благодаря новому зданию увеличилось не только количество обучающихся детей, около 700, но и появились просторные кабинеты и даже целое отделение, например, дизайна. На этом уроке ребята изучают тонкости ландшафтного дизайна. Как правильно оформить газон, придомовую территорию или свой небольшой газон. Эти ученики, несмотря на возраст, могут нарисовать любой, даже самый вычурный эскиз живого проекта. Мне нравится сюда ходить, так как тут предметы интересные, компьютерная графика, также мне нравится основа дизайна, это этот урок. На нем мы делаем разные эскизы, придумываем что-то свое интересное и новое. Также есть рисунок и живопись. На живописи мы рисуем разные натюрморты, картины. Рисунок мы выполняем работу мягкими материалами или карандашом. Помимо карандашей, кисти и красок на отделении дизайна ребят учат работать и в современных компьютерных программах. В этом специализированном отделении ученики самостоятельно переносят свой эскиз в электронную форму. Ну а дальше при помощи компьютера обрабатывают его, доводя до совершенства. Кстати, такие специалисты сегодня востребованы во всех сферах, где нужен дизайн. Это то направление, которое очень востребовано сейчас в современном мире, скажем так. От дизайна наружной рекламы до интерьеров, от дизайна ландшафтов до дизайна одежды. Наши дети учатся рисовать, писать, конечно же, все это делать руками. И умеют работать в различных редакторах для того, чтобы это, ну вот такое эмоциональное начало, это творческое, можно было оцифровать, представить в дальнейшем, ну скажем, для заказчика. Такая она легендарная художка, перешагнувшая 50-летний юбилей. Для человека это солидный возраст, а для искусства пора зрелости. Золотая середина уже пройдена, впереди новые выставки, творческие успехи и победы. 50 лет это время для того, чтобы вспомнить о том, что мы прошли, как это было, сказать слова благодарности всем тем преподавателям, директорам, которые оказали большое влияние на становление школы. И ведь школа сейчас поддерживает те традиции, которые были заложены еще в то время, в начале, когда была открыта школа. И вот мы с коллективом, коллектив это единомышленники, преподаватели, мы стараемся поддерживать академическую школу рисунка. Заслуги преподавателей и талант их учеников по достоинству оценили на самом высоком уровне. По итогам различных конкурсов и выставок Благовещенская художественная школа не раз становилась лучшей в стране и останется ею навсегда. По крайней мере для ее выпускников и учеников, которые, как и 50 лет назад, несут сюда свои наброски, эскизы. И пускай не все они станут великими художниками, но чувство прекрасное, которое в них здесь заложили, останется в них на всю жизнь. Дорогие друзья, коллеги, воспитанники художественной школы и, конечно же, родители, от всей души поздравляю с 50-летним юбилеем.